Время идет, да, но все меняется в этой жизни. Люди приходят к Господу, отходят к Господу, но Церковь Божия будет всегда. И мы знаем, она состоит из тех, которые сегодня здесь на земле, из поместных церквей, из тех, которые сегодня на небесах. Но мы одно от тела Христова. Аминь. И будем всегда с Господом этим и живем, что имеем жизнь вечную и наследие на небесах. Когда сегодня смотрел, на здание пришел, смотрю, сцену уже ремонтируем. Все так тоже изменяется. Когда-то, помню, пришли мы в этот зал, если помнится, и было здесь ни окон не было, ни дверей. И прямо как в загадке для детей, ни окон, ни дверей, полногорница людей. Я думаю, не огурец, а Церковь, слово надежды, это значит ответ. Все время приходится как-то нам в различных, так не со всех, может быть, комфортных местах собираться. Помните, если собирались даже там, где офис церкви находится, и как-то по-разному там называли это. Кто-то временным зданием называл, кто-то хлевом, кто-то свинарником, все по-разному. Но, думаю, Иисус родился во хлеву, да, и не было это постыдно. То и нам не постыдно собираться. Главное, что мы собираемся ради Господа нашего Иисуса Христа, для проповеди Слова Божьего и для благовестия. Аминь. Поэтому неважно, где мы собираемся, а главное то, что мы проповедуем. То есть то слово, которое несет спасение. И сегодня хотел бы проповедовать, но сначала хочу рассказать одно свидетельство. Недавно совсем прочитал свидетельство одного брата в Америке, он из Церкви Божьей, уже много лет служит в Церкви. Но он свое свидетельство рассказал, делился о том, как он пришел к Богу. И довольно необычное такое призвание. Иногда мы ходим свидетельствуем людям, Бог касается Духом Святым до сердец, люди приходят в Церковь. Но там так-то необычно, что даже его свидетельство показывали в различных шоу по всей Америке. И приглашали его в известное шоу, такое, как, может быть, слышали, есть Ларри Кинг. Он его тоже приглашал к себе, и он рассказывал это свидетельство. И, в принципе, там свидетельство следующего такого плана, что, будучи молодым человеком, он свою жизнь начал строить, скажем, несправильных вещей. Где-то что-то подворовывал, бросил школу, как у многих это бывает. Потом начались наркотики, травка. Обманывал родителей, вымогал деньги. И в какой-то момент уехал в Колорадо, и там жил, подрабатывал, где как получится. И ходил он гулять в горы любил. Была такая отдушина в его жизни, ходить в горы гулять. И в один определенный момент, находясь в горах, в этом заповеднике или в парке, ему встретился горный лев. И там возникло такое серьезное единоборство. Этот лев напал на него. Где-то 30 минут они боролись, он от него убегал, он его кусал, он его трепал, он его бил, нанес кучу различных увечий, хватал за голову, рвал его. Тот где-то была у него отвертка, тот ему выколол глаз. Но около 30 минут это была настоящая борьба. В результате, в какой-то определенный момент, когда он повернулся, когда убегал от льва, увидел и прямо перед мордой льва возникло такое видение. Он увидел Иисуса, который сказал, не бойся, все будет хорошо, но ты должен последовать за мной. И лев на самом деле отошел. Это было для него необычно. Он понял, что все хорошо. Пришел мир в сердце, спустился, дошел до врача, попал в госпиталь. Нанесли ему там очень много швов, около 70 швов. И через какое-то время он опять встречается со своими друзьями, рассказывает всю эту историю. Но к Богу сразу в какой-то определенный момент не пришел. И через какой-то определенный момент, сидя у костра, говорит, услышал просто живой голос, как Бог ему сказал, ты хочешь еще одного льва в своей жизни. И после этого он пошел в церковь, покаялся. На сегодняшний день уже там, по-моему, более 20 лет он в церкви служит, поет в хоре. У него семья, дети, то есть жизнь его наладилась. И жизнь у него семьи, все прекрасно, все хорошо. И вы знаете, такое необычное свидетельство, что вот Бог таким образом предложил ему выбрать жизнь. И когда мы с вами читаем второзаконие, давайте откроем 30 глава, 19 стих, Бог предлагает народу израильскому. Итак, напишите себе слова, песни сей. Ой, извините, 31, еще читаю главу. Тридцатое. Во свидетели, перед вами призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Аминь. Тема сегодняшней проповеди – дабы ты жил и потомство твое. Больше акцент я хотел бы сказать на последнюю часть, именно потомство твое. Потому что очень многое зависит от нашей жизни, как мы живем здесь на земле, и потом это переносится на то потомство, которое мы имеем. И сегодня именно акцент я больше хотел бы поставить именно на наше потомство, которое будет пожинать тот плод жизни, который сегодня мы с вами выбираем или выбрали. И есть одни замечательные благословенные стихи в притче 17 глава, 6 стих я вам прочитаю, что «Венец стариков сыновья сыновей, и слава детей родителей их». Я думаю, что многие из нас хотели бы прожить жизнь именно таким образом, и угодить Богу, и иметь благословение в жизни такое, чтобы именно вот эти слова, которые я сейчас прочитал в притчах 17 главы, они имели место в нашей с вами жизни. Что именно когда мы придем в преклонные года, чтобы мы могли увидеть сыновья, чтобы увидеть сыновей, сыновья сыновей. И чтобы другая часть также стиха исполнилась в нашей жизни, что «Слава детей родителей их», то есть чтобы мы для своих детей были благословением, чтобы наши дети гордились нами, как мы прожили жизнь. Вы знаете, в этих словах скрыт очень глубокий смысл, потому что мы видим, как сегодня очень много семей, и нет взаимоотношений между детьми и родителями. Как сегодня разорваны эти взаимоотношения, как сегодня проклинают дети родители родители детей. Мы видим, что во многих семьях происходит именно настоящий беспредел, что то установление и то благословение, которое Бог приготовил для каждой семьи, в многих семьях его нет. И вы знаете, мы люди, которые пришли в основной массе в первом поколении в Церковь Божию. И здесь, по-моему, у нас в Церкви никого нету тех, которые уже во втором поколении, ну, если не считать наших детей, я имею в виду, уже наши дети, которые пришли, они уже верующие, покаялись, приняли водное крещение. Но те, которые пришли первые в Церковь, в Церкви нашей больше чуть 20 лет, скоро вот будем праздновать 25-летие. В принципе, история не такая большая для Церкви, но в нашем городе мы уже такой немалый промежуток времени. И вы знаете, многое за это время произошло в нашей жизни. Мы следовали за Богом, мы шли за Богом, мы видели спасение людей, мы видели спасение своих родных и близких, мы видели спасение своих детей, мы видим, как дети наши пришли ко Христу, мы видим благословение того, что мы пришли в Церковь Божию, мы видим, как изменяются наши жизни, как изменяются жизни наших детей. И хотелось бы, чтобы именно вот это вот Божие благословение и эти стихи, которые я прочитал, что венец стариков, сыновья, сыновей и слава детей, родители их, эти стихи имели место в нашей жизни и приносили нам благословение. Потому что, когда мы смотрим на своих детей, мы хотим, чтобы наши дети, они выросли, стали самостоятельными. Чтобы они стали настолько самостоятельными, что уже не мы о них заботились, но мы видели, что они уже в состоянии заботиться о своих детях, о чем говорит первая часть этого стиха, о том, что мы воспитали таким образом своих детей и вложили в них все то, что они сегодня настолько самостоятельны в своей жизни, что могут определять правильно свой выбор, могут правильно двигаться по этому жизненному пути, могут вкладывать своих детей, могут заботиться уже о своих детей, о своих детях. И дальше мы с вами видим, что хочется, чтобы наши дети не просто стали самостоятельными, чтобы они уже могли о ком-то более заботиться, но чтобы мы в своей жизни, прожив своей жизни таким образом, наши дети могли с удовольствием приходить к нам и гордиться нами. Чтобы не было такого, как, знаете, очень часто ты смотришь, в семьях происходит, что дети, когда начинают подрастать, становятся подростками, потом чуть старше, юношами, и они начинают говорить такие очень хорошие, приятные слова для родителей, что «я не хочу быть похожим на своего отца и мать». И вы знаете, это большая проблема, когда дети так говорят. Потому что я в своей жизни тоже, когда был подростком, в определенный момент я тоже сказал, что я не хочу в определенных поступках быть похожим на своего отца. Потому что мой отец пил, и, естественно, я видел, что эта проблема большая, и я не хотел, чтобы моя жизнь была точно такой же, чтобы я стал алкоголиком. Но вы знаете, как бывает порой, по истечении времени, если что-то не приходит в жизнь, такое, которое может удержать, которое может изменить, то люди, бывает, по истечении времени повторяют часто дети судьбу своих родителей. И бывает так, что сначала дети видят своих родителей чуть ли не богов. Когда дети маленькие, они видят родителей своих, насколько они все могут, насколько у них все получается, они видят и чувствуют в них защиту, заботу. Они видят, что родители, о чем их не попросишь, они многое могут сделать. И вы знаете, в определенном возрасте, когда там 4, 5, 6 или 7 лет, для детей мы становимся чуть ли не боги. И у меня такой был случай определенный один раз. Произошел, когда дети были совершенно маленькие. Мы путешествовали, это было уже довольно давно. Дети, может быть, там, поскольку было, одному там, может, года 4, другому там лет 7-8 получается. И мы в это время были в Берлине. И хотели там попасть в определенное место. И получилось таким образом, что очень долго я искал остановку, как нам проехать в метро с одного места до другого. Смотрю, вроде бы все понятно. Схема метро, остановки. Идем туда, поезда того нет, не идет туда. Почему-то идет на другие станции. Довольно долго что-то мы плутали с одной станции на другую, переходили с одной станции на другую, ветки на третью. И в результате минут 30-40. Потом все-таки каким-то образом умудрились там спросить у тех местных работников, что же такое. Оказалось, что просто этот поезд там станции идет ремонт, и поэтому он туда не идет, и поэтому как бы не показывает. Выбрали другую станцию и поехали. Но мне что запомнилось, интересно, слова моей жены, которая сказала, ну вот, говорит Эдик, теперь, говорит, твой авторитет у детей пошатнулся. Говорит, теперь ты уже не всемогущий и не все можешь. Вот. И на самом деле, что в какой-то определенный период, я это запомнил так, и в определенный период я понимаю, что для своих детей мы являемся вот именно этой оградой, охраной, защитой. Мы можем все, мы помогаем им во всем, и они чувствуют нашу заботу. Но по истечении времени они видят, что мы также где-то немощны в каких-то вопросах. Не все мы можем сделать, не все мы можем им во всех вопросах помочь. Особенно, когда они идут в школу, начинают учить там алгебру, геометрию или еще другие вещи. Родители уже сидят, смотрят в эти книги глазами, понимают, нет, сын, дочь, я что-то тут вообще ничего не понимаю. И тут уже подростки иногда начинают в другую сторону двигаться. Они начинают возносить себя, говорить, ну, ты, папа, мама, ничего не понимаешь вообще и не знаешь в этой жизни. Я думаю, что некоторые переживали такие моменты, когда подростки уже становятся уже чуть ли не выше своих родителей по мнению и пониманию во многих вопросах. Но родители знают, что пройдет это время, и тоже опять же все поменяются. Когда они вступят в жизнь, им придется решать самостоятельно многие вопросы, сталкиваться с какими-то проблемами. И очень хорошо, что они тогда начнут приходить к тебе и просить у тебя совета. Значит, ты не потерял авторитет в глазах своих детей. И вот эта вот взаимосвязь поколений, это замечательно, когда мы не теряем авторитета в глазах своих. Слава Богу, что мы перестаем быть богами в их жизни, но все равно не теряем авторитета. Когда на протяжении всей своей жизни, когда детям уже и по 20, и по 30 лет, и они имеют свои семьи, своих детей, они приходят все за советом, то это и есть благословение. То благословение, которое мы с вами читаем, что слава детей, родители их. И хотелось бы, чтобы в нашей с вами жизни вот именно так и строилось. Я думаю, что каждый бы хотел иметь хорошую, крепкую семью, иметь взаимоотношения со своими детьми, иметь взаимоотношения со своими внуками, видеть благословение своих детей, благословение своих внуков, и от этого им становится радостно на сердце и душе. И когда мы думаем об этом, иногда некоторые могут сказать, но, может быть, я уже многое потерял в своей жизни, может быть, я многое упустил, я пришел ко Христу гораздо позже, и уже некоторые вещи, может, я не смогу восстановить, уже, может быть, многое потеряно. Но, вы знаете, никогда не поздно начинать сначала. Если где-то в какой-то момент мы что-то упустили, где-то в какой-то момент мы что-то не сделали, но если сегодня, будучи уже в довольно преклонном возрасте, все равно мы пришли, покаялись, и Бог нам открывает какие-то истины относительно нашей семьи, относительно наших детей, значит, Бог нам призывает к тому, чтобы мы смогли что-то изменить в этой своей сфере. Единственный вопрос, что это непростые шаги, порой это очень сложные шаги. И первый шаг, о котором я хотел бы вам сказать, может быть, он даже и не очень такой, бывает, приятный, но, я бы сказал, он даже очень сложный. Это мы должны понимать то, что за те ошибки, за те вещи, которые, грехи, которые совершили мы в своей жизни, нам придется за них платить. Вы знаете, правильно Слово Божие говорит о том, что Бог забрал все наши грехи, Он искупил нас от всякого проклятия, Он забрал и закинул их, наши грехи, дальше, чем находится, в восток от запада, и больше никогда не вспомнит их. Но когда мы, это мы говорим по отношению нашей жизни, по отношению к Богу, как мы грешили пред Богом, но когда мы говорим по отношению к другим людям, и когда мы говорим по отношению, может быть, к своей семье, к своим детям, то здесь не всегда так просто возникает, потому что здесь есть взаимоотношения двух сторон. И в результате иногда вот именно за эти грехи, которые мы совершили, и за те неправильные поступки, нам нужно будет заплатить цену, чтобы восстановить. И давайте с вами откроем Езекииля, 33 главу, с 10 стиха почитаем. Езекииля 33, 10. Бог говорит народу израильскому. «И ты, сын человеческий, скажи дому Израилеву, вы говорите так, преступления наши и грехи наши на нас, и мы истаиваем в них. Как же можем мы жить? Скажи им, живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших, для чего умирать вам дом Израилев». И 15 стих. «Если этот беззаконник возвратит залог, за похищенное заплатит, будет ходить по законам жизни, не делая ничего худого, то он будет жив, не умрет. Ни один из грехов его, какие он сделал, не поминаются ему. Он стал творить суд правду, он будет жив». Аминь. Мы здесь видим как бы вот именно две стороны медали. С одной стороны мы видим, что Бог говорит, что никаких грехов он не вспомнит, но с другой стороны мы видим, что Бог говорит и так же, что беззаконник должен возвратить залог, за похищенное заплатить. То есть иногда в нашей жизни приходят такие вещи, что нам все равно необходимо заплатить по тем долгам, которые мы, скажем так, совершили в своей жизни. Может быть, мы поступали по отношению к своим детям как-то неправильно. Мы их в какой-то момент, может быть, бросили. В какой-то момент мы их оставили. В какой-то… Потом вообще не имели никаких отношений, жили своей жизнью. И потом, когда через какой-то промежуток времени мы покаялись, пришли к Богу, мы понимаем, что Бог нас простил, и мы чувствуем вот это желание, стремление, чтобы восстановить эти отношения. И мы приходим, думаем, что Бог вот он сейчас в этот же момент коснулся и сердца моих детей для того, чтобы это все разрешилось очень быстро и спокойно. Но этого не происходит. И мы тогда начинаем сокрушаться и не понимать, что же произошло, что случилось. А вы знаете, происходит то, что иногда нам необходимо заплатить за то, что мы совершили неправильно. Потому что здесь не будет принцип тот работать, что война все спишет. Знаете, как принцип такой, раз Бог простил, значит, он мне все списал. Мы вспомним ту же притчу Закхея, когда Закхей встретился с Иисусом Христом. Мы знаем, что возрадовалось его сердце, возликовало, и его желание и стремление было пригласить его в дом, чтобы он находился в ее доме, Иисус Христос. И Иисус сказал, я буду у тебя сегодня. И в результате от этой благой вести, от этой радостной вести, его сердце возликовало, и он сказал, если вы помните, что, что кого обидел, воздам всем раз. То есть этот человек готов был платить по тем долгам, которые он имел в этой жизни. И поэтому иногда люди не понимают, почему вдруг в их жизни что-то не меняется. Потому что мы должны понимать, что иногда нам по нашим долгам необходимо заплатить. Да, некоторые долги прощаются, да, некоторые долги списываются, но мы не должны разочаровываться и говорить, что Бог нас оставил в тот или иной момент, потому что нам за какие-то наши жизненные ситуации необходимо заплатить. И вы знаете, я сегодня вспомнил нашего брата. Он служит в Чаусах, Александр внесет пастырское служение, и вы помните, он приезжал сюда, свидетельствовал о своей жизни. И я очень хорошо запомнил, как он рассказывал о предыдущей своей жизни, сложной своей жизни, как он находился потом в всесоюзном или розыске за те преступления, которые он совершил. Он покаялся, пришел к Господу, но из этого розыска его никто не убрал, его по-прежнему разыскивали. И он в какой-то момент, как он свидетельствовал, пришел и сам сдался. И я думаю, все сидели и ждали. Но все, он пришел и сдался, и значит, Бог ему сейчас все простит. И следователь скажет, ну все, ты покаялся, твои преступления прощены, раз Бог простил, и я прощаю. Но, к сожалению, закон не такой. Было бы так, может быть, иногда хорошо и просто, и нам как-то было бы приятнее, когда вдруг то, что мы совершили, да, Бог простил, но почему-то перед законом мы все равно должны нести ответ. И, конечно же, как-то не вселяет это особой надежды относительно того, и все ожидали свидетельства, что значит, все у него сложится, все таким образом, и Бог убрал это, и снял всякую статью, но потом он свидетельствует о том, что, по-моему, или шесть, или сколько лет он отсидел, я не помню, он говорил, довольно большой промежуток времени, он заплатил за те преступления, которые он совершил, он все равно за них отдал долг. Но это был Божий путь именно таким образом. Мы знаем другие свидетельства, когда Бог и прощал. У каждого есть свой жизненный определенный путь, но мы должны понимать, что когда мы пришли ко Христу, когда мы хотим изменить жизнь, когда мы хотим построить свою жизнь со своей семьей, когда мы хотим построить свои взаимоотношения с детьми, которых мы долгое время, может быть, не вкладывали, в которые мы уже бросили, оставили и не помнили, что даже они существуют, и сейчас мы хотим это все поменять. Иногда нет, придется пройти непростой, тернистый путь в восстановлении этих взаимоотношений. И поэтому это должно как-то нас укрепить и понимать, что да, в данный момент я, наверное, должен заплатить долг, который в свое время я совершил. И если мы это имеем в своем сердце, что понимание того, что когда мы делаем этот шаг, и этот путь будет непростой, а может быть тернистым и сложным, то тогда это может и принесет нам облегчение, потому что мы понимаем, что мы будем тогда просить у Бога помощи, чтобы Он нам помог вернуть все свои долги. Второе, на что хотел бы я обратить внимание, что иногда шаг, который мы не делаем для того, чтобы иметь вот именно это благословение, благословение в потомстве своем, это то, что на протяжении своей жизни мы бываем непослушны Слову Божьему, непослушны именно той заповеди Божией, которую Бог определил для нас с вами. Мы очень любим наставлять своих детей, особенно одним из мест Писания, наверное, все его сразу помнят, Ефесянам 6.1, да, как там? Дети, повинуйтесь родителям своим. Вот, и очень любим мы так своих детей наставлять, говорить им, вспоминать это место с Писания, но всегда мы должны помнить это местописание даже относительно себя в первую очередь и понимать, что мы являемся детьми Божьими, и поэтому мы в первую очередь должны повиноваться Божьему закону, Божьим повелениям, Божьим заповедям. И если мы не повинуемся им, то таким мы образом нарушаем простые, скажем так, законы, духовные законы в нашей жизни с вами. Если мы не повинуемся этому, то даже призывая, не призывая своих детей к этому, они не будут этого исполнять, если они видят, что мы чего-то не исполняем. Только лишь своим поступками, своими делами мы можем поднять авторитет этой заповеди закона Божьего в их жизни. Если мы начинаем исполнять эту заповедь, если мы ее не исполняем, то тогда через какое-то определенное время мы увидим, что дети перестанут также исполнять ее. И мы с вами знаем, когда мы читаем Римлянам 5 глава, 19 стих, Слово Божие нам говорит, «Ибо как непослушание одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многими». Аминь. То есть через непослушание, мы видим с вами, пришел грех на эту землю, была проклята земля. Через непослушание одного человека сегодня мы несем в себе первородный грех. И кажется, что этому никогда не будет конца. Но слава Богу, что в какой-то определенный момент, 2000 лет назад, пришел Иисус Христос на эту землю, который был послушен во всем и показал нам совершенно другой пример и искупил нас от всякого греха. И сегодня Слово Божие говорит о том, что послушанием именно от этого человека, послушанием Иисуса Христа, мы сегодня имеем жизнь вечную и наследие Царства Божьего. Аминь. Потому что если бы этого не произошло, то тогда бы из нас никто бы не обрел спасения. И это мы можем спроецировать на всю нашу с вами жизнь. Мы можем посмотреть на то, как мы с вами послушны Слову Божьему. И если мы послушны Слову Божьему, то, естественно, я понимаю, что это будет воздействовать и на наше с вами потомство, на наших с вами детей. Как-то недавно я прочитал одну статью интересную относительно открытия швейцарских ученых, которые проводили различные опыты в генетике. и они изучали какую-то там… Есть ДНК, мы знаем, а есть какие-то вот микро-РНК. Я даже не знаю, что это такое, в этих терминах не очень разбираюсь. Но смысл был там следующий, который, в принципе, так популярно был донесен до людей, которые особо далеки от науки. Но как бы возникают иногда споры относительно того, что насколько приобретенные навыки человека могут оказывать влияние на последующее потомство. То есть то, что мы с вами приобретаем на протяжении своей жизни, насколько оно может оказать влияние на следующее поколение, а может быть даже через 2-3 поколения, 4 поколения. И как бы ходят относительно этого споры. И вы знаете, эти ученые, интересно, как бы проводя различные опыты, и пришли к следующему выводу, что очень много зависит от той среды, в которой мы с вами живем, от тех поступков, которые мы с вами делаем, и тех вещей, как мы воспринимаем. В результате вот эти какие-то микро-РНК не начинают модифицировать нашу генетику, и поэтому даже через какие-то определенные поколения начинают проявляться те вещи, которые проявлялись в вас, которые вы приобрели именно своими навыками. То есть, скажем, есть хорошие привычки, которые мы приобретаем, а есть плохие привычки, которые мы приобретаем. Если там, например, хорошие привычки, вы постоянно, допустим, молились, читали Слово Божие, ходили на служение, вели правильный образ жизни, то, естественно, эти вещи, они, скажем так, изменяют вашу генетику настолько, что это проявляется еще потом через поколение, поколение, поколение. И иногда мы задаемся себе вопросом, почему вдруг я пришел в Церковь Божию, что же так меня подвинуло? А вы знаете, может быть, вот кто-то именно из ваших потомков в каком-то третьем, четвертом, десятом колене, он молился, вел праведную жизнь, и это принесло благословение, и вот эти вот именно РНК действовали таким образом, что это вызывает в вас вот это вот желание, стремление. То есть это как бы не отвергает, я сейчас не пытаюсь как бы поговорить о отмене духовных законов, потому что мы знаем, что мы двигаемся на основании Слова Божия, и для нас всегда является водительством и откровением духовный закон Слова Божия, которая нам дана через Бога. Аминь. Но иногда просто интересно слушать и читать то, что как бы вот именно через какие-то опыты ученые пытают посмотреть на нашу жизнь, как мы существуем. И в результате интересно, что бывают и плохие поступки, вот именно оказывают влияние через людей потом на последующее поколение. То есть там отец, может быть, был алкоголиком или был вором, и через какое-то время вдруг эти вещи начинают проявляться в третьем, четвертом поколении. И родители иногда не понимают и говорят, ну у нас же таких никого не было, забывая, что все-таки где-то кто-то когда-то был. И поэтому, когда мы читаем исход с вами, 34 главу, 7 стих, то Бог говорит, «Сохраняющий милость в тысячу родов, прощающий вину и преступления, и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». Аминь. То есть иногда некоторые вещи, которые мы читать можем, скажем так, в какой-то литературе, не библейской, они могут быть созвучны с тем, что мы читаем в Слове Божьем и наводить на различные размышления и как бы утверждательность в том, что мы находимся в правильном месте, мы читаем правильные вещи, что наша жизнь, которую мы сегодня ведем, она правильная, потому что ведя правильный образ жизни по отношению, я имею в виду, к Богу, по отношению к тому, что мы послушны заповеди Божьи, мы закладываем серьезный большой фундамент для следующего поколения, для следующего нашего потомства, для того, чтобы это потомство, оно пришло ко Христу, для того, чтобы оно следовало за Богом. И поэтому я верю, что тот труд, который мы сегодня несем или то служение, которое делаем, и то, что мы себя ограничиваем в каких-то, может быть, определенных вещах, пытаемся созидать себя на основании Слова Божьего, быть послушны заповеди Божьей, это принесет плоды для наших детей, внуков и правнуков. Аминь. Поэтому второй шаг, который мы должны не забывать и делать всегда, то, что мы должны быть послушны заповеди Божьей. Третья часть, о чем бы я хотел сказать, это о том, чтобы мы не пренебрегали Словом Божьим. Духовные законы, они очень часто выражаются, скажем так, вот здесь на земле в материальном проявлении. И мы знаем, что сказал Бог Слово, и это Слово обрело силу. Сказал Бог, будет так, и оно стало так. Сказал Бог, там произрастет, да там трава, да будут животные, да будут птицы небесные, и так оно все произошло. И поэтому сегодня мы, когда говорим о Божьем Слове, то мы понимаем, что эти духовные законы, они имеют очень серьезное, скажем так, влияние на наш материальный, физический мир. И я сегодня хотел бы говорить об одном примере, вспомнить о том, как один человек когда-то пренебрег Словом Божьим, и это изменило всю жизнь, всего поколения, всего целого народа. И поэтому, когда мы с вами пренебрегаем Словом Божьим, то мы также можем изменять жизни нашего потомства, жизни наших детей. И если мы прочитаем с вами Римлянам 9 главу 13 стих, там написано, как и написано, «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». И как-то я размышлял над этим, думал, интересно, странно для меня, почему Бог говорит так, что Иакова он возлюбил, а Исава возненавидел. Ведь часто мы в Библии читаем о том, что Бог любит всех, что Бог относится ко всем с любовью. Но почему? Про одного он говорит, что именно Исава он возненавидел, а Иакова возлюбил. Ведь мы видим, что как его отец Исак относился к Исаву. Мы видим, что он любил своего сына, что он заботился о нем, что он хорошо на него смотрел. Мы видим, что он не хотел его ни проклинать, ничего. Он хотел его также благословить. Но почему-то Бог по-другому смотрит на эту позицию. И для того, чтобы нам понять, в чем же причина этого, нам необходимо открыть книгу Малахии, 1 глава, 2 стих. Здесь нельзя смотреть на именно Исака и Иакова, как на отдельно просто взятых две личности, два человека, для того, чтобы понять, в чем же проявилась именно нелюбовь Бога и неизбранность относительно Исава. Когда мы с вами читаем Малахию, 1 глава, со 2 стиха мы читаем следующее. «Я возлюбил вас, — говорит Господь, — а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Не брат ли Исав Иакову? — говорит Господь. И однако же я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел и предал горы его пустошению и владение его шакалом пустыней. Если и дом скажет, мы разорены, но мы восстановим разрушенное, то Господь словов говорит, они построят, а я разрушу и прозовут их областью нечестивую, народом, на который Господь прогневался навсегда». Аминь. Здесь надо смотреть именно как на Исава и на Иакова, как на патриархов целого народа. И здесь именно идет разговор именно о целом народе, а не отдельно, как Исаве личности или как об Иакове. Но, конечно же, все начинается с этих двух людей. И мы с вами знаем прекрасно эту историю, когда Исав, он пренебрег первородством, когда он захотел кушать, когда пришел он после охоты. В это время Иаков варил чечевичную похлебку. И настолько он хотел есть, что в результате, когда Иаков ему предложил продать свое первородство за эту похлебку, он подумал, а что мне это первородство, что мне оно дает, что оно для меня значит, ничего. Вот сейчас я поем, и мне будет хорошо. А это какие-то слова, непонятно что. Да и еще неизвестно, что там в будущем будет. Все равно я по первородный сын был первым, и поэтому все равно Исаак меня благословит. И поэтому наверняка все будет хорошо, но я лучше воспользуюсь тем, что мне сейчас надо. И вы знаете, вот это его пренебрежение вот этим первородством, пренебрежение духовными законами, пренебрежение вот именно этим благословением, которое Бог говорил через Исаака, оно принесло целое проклятие на целое потомство, на целый народ. И в результате мы видим, что Бог, зная это, Он как бы своим вот этим образом, когда говорит, что одного возлюбил, другого возненавидел, Он просто предрекает суд относительно того, что произойдет в будущем, потому что Он знает все, к чему это приведет. И Сава никто не заставлял отрекаться, но в результате этого отречения, да, появился народ, да, был очень сильный народ, да, они расположились в определенных местах, там южнее Мертвого моря, жили в горах, они занимались там грабежами, у них были, стояли на путях, где проходили караваны, взимали пошлину, иногда грабили, вот, нападали на Израиль, промышляли этим, были, жили в хороших, укрепленных городах, у них уже появились цари, когда еще и в Израиле не было царя, вот, но все равно то, когда Исаф пренебрег первородством, когда Исаф пренебрег вот этими божьими законами, оно через столетия сказалось на целом народе. В результате Бог говорит, что одного возлюбил, другого возненавидел, и поэтому мы с вами не должны пренебрегать Словом Божьим. То благословение, которое мы сегодня имеем через Слово Божие, то благословение, которое Бог нам говорит, может быть, или через пророчество, или когда мы читаем Слово Божие, когда общаемся с братьями и сестрами, мы должны быть всегда внимательны к тому, что Бог хочет сказать к нам. И если есть какое-то Слово, которое Он посылает к нам, мы должны его принять в сердце своего, растворить верой и ждать, когда оно исполнится. Таким образом мы понимаем и говорим Богу, что нет, Господи, я не пренебрегаю этим Словом. Вы знаете, совсем недавно произошел такой интересный случай. Наша сестра, она выдавала замуж своего сына, пригласили нас тоже на свадьбу. Мы приехали на эту свадьбу. Было очень весело, хорошо и интересно. Но для меня я получил какой-то определенный урок интересный. Это была христианская свадьба. Кругом братья, сестры, но, естественно, были приглашены еще и неверующие. Но у каждого лежало небольшое благословение. Знаете, как мы, бывает, любим написать друг другу на какие-то благословения, какое-то послание и адрес стих какой-то определенный. И просто была интересная реакция людей, верующих, неверующих. То есть верующие люди брали, смотрели, залазили тут же в интернет, смотрели, где же там это в Библии написано какое-то благословение тебе. А неверующие люди так из любопытства им верующие даже помогли, где это найти, что-то сказать. И потом просто реакция сама по себе. Неверующие люди так вот покидали эти стихи, и внимания не обратили. А верующие, я сам думаю, ну, возьму-ка домой, еще дома почитаю. Вы знаете как. Потому что все-таки Слово Божие, Бог что-то же тебе сказал, буду носить это в сердце своем, что это какое-то послание от Господа. То есть видна вот эта вот разница отношению к Слову Божьему. И она должна быть, эта разница видна на самом деле. Потому что если мы люди верующие, то мы не должны пренебрегать этим Словом Божьим. Мы должны все время проникнуться в это Слово Божие, растворить его верой, принять его, и жить по Слову Божьему. И это принесет нам благословение. Мы понимаем и знаем, что это будет благословение для нас. Неверующие люди, они вот именно и похожи на Исава, которые пренебрегают этим и считают, что это все ерунда, что это мишура. То, что в жизни сегодня здесь происходит, мы должны решать это в материальном мире. Мы должны заботиться об этом. Мы должны в первую очередь думать об этой похлебке, для того, чтобы насытить себя, насытить своих детей. И как всегда часто говорят, ну а кто же позаботится о моей семье, кто же будет зарабатывать, кто же будет делать какие-то вещи у меня для дома. Никто не вспашет мне огород, никто ничего не сделает и так далее. Нет, мы должны работать, мы должны заботиться, но мы не должны пренебрегать Словом Божьим в своей жизни. Если же мы не будем пренебрегать Словом Божьим, то тогда это принесет нам благословение вам с вами. И вы знаете, в Исайе 66 глава 2 стих написано, «И вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». А мы с вами хотим, чтобы Бог презрел на нас с вами. Мы хотим, чтобы Бог обратил на нас с вами, обратил на наши проблемы, обратил на наши вопросы, помог нам разрешить эти все вопросы. Но один из шагов, который мы должны сделать, это мы должны не пренебрегать Словом Божьим, для того, чтобы это принесло благословение для нас и для наших потомков. Аминь. Четвертый и последний, что я хотел бы сегодня еще отметить, который шаг мы должны сделать, это то, что за Божье наследие необходимо бороться. Римлянам, 8 глава, 16 стих. «Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». В Боге, в Иисусе Христе, мы имеем много очень благословений, обетований. И вы знаете, что нам хочется, чтобы, конечно же, эти все благословения, обетования, они излились на нашу с вами жизнь. Но мы видим, что иногда за эти обетования необходимо именно бороться. И мы читаем об этом и имеем подтверждение в Слове Божьем. И когда мы читаем историю народа израильского, мы видим, что народу израильскому за то, чтобы войти в землю обетованную, им необходимо было сражаться за это. И мы видим, что когда Иисус Навин, Он водил народ израильский в землю обетования своего, то Бог его укреплял и говорил, что «Будь тверд и мужественен». И поэтому нам необходимо с вами также иметь твердость и мужество, чтобы понимать и осознавать, что за Божие благословения, за Божие обетования все равно нам необходимо сражаться. Потому что очень много противников есть тому, чтобы мы имели с вами благословения в доме, в семье, чтобы были благословлены наши с вами дети и внуки. И поэтому нам необходимо постоянно за них молиться, сражаться, помогать, наставлять, и вести эту брань придется нам на протяжении всей нашей жизни. И если мы не будем делать этих шагов, то, естественно, мы в какой-то момент можем потерпеть поражение. Поэтому Слово Божие нас учит и наставляет, и говорит о том, чтобы мы не праздно проводили время, а старались, наставляли себя в том, что мы должны идти сражаться за свое Божие благословение. И я хотел бы вспомнить одну историю про Иофая, которую мы читаем в Суде 11 главу. Интересный это был человек Иофай, он был судьей в народе израильском, но до того, как стать им, у него был непростой жизненный путь. И мы читаем с вами, что он в семье своей был не законно рожденным сыном, а он был от блудницы. И когда его братья выросли, они сказали, «Иофай, тебе нету места в нашей семье, иди отсюда». И выгнали его. И в один определенный момент ему пришлось оставить свой дом, он ушел, но он был человеком твердым, мужественным, храбрым. И мы знаем, когда читаем эту историю, то видим, что в определенный момент амонитяне, они пришли на народ израильский, стали там станом и стали требовать, чтобы Израиль вернул земли, которые принадлежат им по праву, которые были в определенный момент даны Богом, и они воевали за эти земли. И они говорят, чтобы они, амонитяне, имеют претензию относительно этой земли. В результате израильтяне собираются, знают, что этот человек храбрый, мужественный, они идут к нему и просят, чтобы он помог им в этом сражении. И когда мы читаем эту историю, то там интересно, что Иофай, даже будучи то, что он был отвержен своими братьями, он все равно помнил, откуда он, кто он, и он помнил, что его корни все равно здесь, в народе израильском. И вы знаете, иногда, может быть, мы можем чувствовать, что мы отвержены, что в какой-то момент, может быть, нас не признают, но мы всегда должны знать, что наши корни, что мы укреплены, укоренены, все равно в Боге, нашем Иисусе Христе. И если мы можем это чувствовать и знать, то это все равно, это будет нам давать нам твердость, храбрость и мужество для того, чтобы сражаться за наше обетование. И Иофай, он посылает послов к аммонитянам и говорит, что вы пришли сюда, что вы хотите от нас, это те земли. И он рассказывает целую историю, уже прошло там около 300 лет, наверное, с того времени, как вошел народ израильский, но все равно он знает эту всю историю, он знает четко, что это есть обетование, которое Бог даровал им по праву, и что он по праву имеет наследие это, и что он будет за это сражаться. И он посылает послов аммонитянам, говорит, нет, вы не имеете этого права. И в суде 11 глава, 24 стих, мы читаем, Иофай говорит такие слова, «Не владеешь ли ты, это обращение к аммонитянам, тем, что тебе дал хамас Бог твой, а мы владеем всем тем, что дал нам в наследие Господь Бог наш». Аминь. И когда мы читаем Слово Божие, мы знаем четко, что Бог нам дал в наследие. Мы знаем те обетования, которые Бог дает нам. И поэтому мы должны также иметь в себе твердость и мужество для того, чтобы сражаться за это наследие, которое Бог дарует нам. И если мы будем тверды и мужественны, то Бог будет с нами, то в результате придет победа. И может быть, да, мы не видим в какой-то определенный момент то, что что-то изменяется вокруг нас, но мы должны верить, молиться, исследовать за Богом, и Бог принесет победу. Ибо Слово Божие говорит, что можем и коня готовить, можем многие вещи делать, да, но победа от кого? От Господа. И заканчивая проповедь, хотелось бы еще раз просто подытожить и сказать, что какие четыре вещи мы должны помнить в своей жизни. Первая вещь, что когда мы хотим встать на правильный путь, исследовать, надо нам помнить, что все равно мы должны иметь понимание того, что нам придется заплатить за эту цену, за те неправильные вещи, которые мы делали, и оплатить те долги, которые мы совершили в своей жизни. Второе, что мы должны помнить о том, что если мы будем непослушны на протяжении своей следующей жизни, то через это непослушание оно может принести проклятие в нашу жизнь с вами и в жизни наших потомков. Третье, что мы должны трепетать пред Словом Божиим, что мы должны не пренебрегать Словом Божиим, что Слово Божие, духовные законы, они материализуются, что они имеют гораздо большее влияние на этот мир, чем эти физические законы, которые мы наблюдаем с вами своими глазами. И четвертое, то, что мы должны сражаться за те обетования, которые мы имеем в своей жизни, проявить твердость и мужество, и Бог тогда явит нам победу. Аминь. Давайте встанем с вами, помолимся. Аллилуйя, Господь! Во имя Иисуса Христа мы приходим к Тебе в этой молитве, и мы благодарим, Господь, за милость, благость Твою, которую мы имеем в нашей жизни, за то, что Ты призвал нас в свое время, за то, что Ты обратился к нам. Мы открыли свои сердца и стали на путь истинный и правильный, что сегодня мы можем идти по этому истинному пути. Но, Господь, в нашей жизни есть много неправильных вещей, которые мы совершали. Есть многие вещи, которые мы хотели бы изменить. И мы просим Тебя, чтобы Ты сниз послал свою благодать для того, чтобы изменились наши жизни, чтобы изменились многие вещи, которые мы делали неправильно, чтобы стали поступать в соответствии со Словом Твоим Божьим, чтобы были послушны Твоему Слову Божьему, чтобы еще больше не навлечь гнева на себя и на своей жизни, на своих детей. Мы просим Тебя о том, что, Господь, добудут наши сердца в трепете пред Словом Твоим Божьим, для того, чтобы Твоя рука, Господь, она укрепляла нас веру, утверждала нас, наставляла нас. Также, Господь, благослови нас и даруй нам твердость и мужество в том, чтобы мы, Господь, стойко и твердо стояли за те обещания, за те обетования, за то наследство, которое Ты даровал нам. Да пребудешь Ты с нами всегда во все дни жизни нашей. Благослови, помоги, за все Тебя благодарим. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь. Аминь.